Украинские власти требуют от Москвы срочно открыть гуманитарный коридор из Мариупольского комбината «Азовсталь», где находятся около тысячи гражданских лиц и около 500 раненых военных. Об этом написала в своем телеграм-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ранее президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Мариуполь практически пал, но украинские войска отказываются сдаваться. Вице-премьер Украины сообщила, что гуманитарный коридор из города в среду не сработал, но попытки эвакуации будут продолжены. Она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас гуманитарные усилия на «Азовстали». Кремль заявил, что Москва вручила Киеву проект документа с требованиями России в контексте переговоров по пунктам соглашения. Пресс-секретарь президента Путина сказал, что он содержит абсолютно четкие и продуманные формулировки и что Россия ждет ответа от Украины. Официальный представитель МИД России на ежедневном брифинге уточнила, что документ был передан Украине 15 апреля. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел и не слышал ни о каком подобном документе. Российское министерство обороны сообщило о первом успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сарман», отметив, что она способна нести ядерные заряды. Владимир Путин заявил, что это оружие обеспечит безопасность стране от внешних угроз и заставит дважды подумать тех, кто пытается угрожать России. Государственное телевидение объявило, что это самая мощная ракета в мире, с самой большой дальностью поражения. Пентагон сообщил, что Россия уведомила США, и они рассматривают испытания как плановую работу, а не угрозу Соединенным Штатам. Отношения с Россией, стоимость жизни и эмиграция были среди вопросов, которые обсудили в среду кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. В ходе единственных теледебатов перед вторым туром французских президентских выборов действующий глава государства перешел наступление, когда его соперница представляла свою позицию как умеренную. Говоря о вторжении России на территорию Украины, Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от Кремля, поскольку она выступает против запрета на поставки российской нефти и газа. Для нашей страны это плохая новость, потому что вы зависите от российских властей, зависите от господина Путина, потому что через несколько месяцев после того, как вы это сказали, Макрон имел в виду аннексию Крыма, госпожа Ле Пен вдруг выдает в 2015 году кредит в российском банке, близком к правительству РФ, а вы потом этот кредит переправили другим, игрокам, которые, между прочим, оказались затем замешаны в сирийской войне. Все это абсолютно прозрачно, известно, уведомлено, нотариально заверено. Таким образом, вы не разговариваете с другими лидерами, вы разговариваете со своим банкиром, когда речь идет о России. Марин Ле Пен на это ответила, что была вынуждена взять в суду, потому что не смогла получить ее ни в одном французском банке, но единственным обязательством для нее было погашение кредита, что никак не повлияло на ее свободу. Столкнулись участники дебатовой за Европу. Макрон обвинил лидера национального объединения во лжи, когда она заявила, что не намерена выводить Францию из ЕС. Были очевидны разногласия кандидатов и по вопросам экологии, пенсии и заработной платы. Марин Ле Пен обвинила президента в недальновидной внутренней политике. Вы увеличили налоги на топливо, и это вызвало не только проблемы с покупательной способностью для французов, но и кризис желтых жилетов. Но вы приостановили это повышение, приостановили, но не отозвали его окончательно. Вы не отозвали его из закона, так что, возможно, завтра снова будет возобновлена траектория роста, которую вы запланировали. Я хочу вернуть французам их деньги. Вы только и делаете, что раздаете чеки. А я говорю вам, что чеки инфляционны, как это всегда было со всеми экономиками, выдающими чеки. По данным опросов, за четыре дня до финального голосования Марин Ле Пен отстает от Эммануэля Макрона. Международное сообщество должно помочь Украине справиться с российской агрессией. Об этом заявил британский миллиардер Ричард Брэнсон в эксклюзивном интервью Евроньюз. Предприниматели считают, что страны Запада должны срочно увеличить военную помощь Киеву и сократить проекты, которые позволяют финансировать правительство Владимира Путина. Мы считаем, что сейчас не время для нейтралитета, что российское вторжение является неспровоцированным и неприемлемым. Необходимо, чтобы правительство срочно увеличили военную помощь. Мы должны поставить оружие, которое просит Украина. И нужно, чтобы наши страны прекратили отправлять России деньги за нефть, газ и уголь. В Европе многие считают, что не смогут обойтись без российских энергоносителей, отказ от которых приведет к новому скачку цен. Но у Ричарда Брэнсона есть простое решение этой проблемы. Если страны Международного энергетического агентства установят правила по снижению скорости на 10 миль в час для всех транспортных средств, это немедленно высвободит достаточно нефти, чтобы компенсировать ее покупку у России, Германии и другими странами Европы. Ранее Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в ближайшие годы. Новые оценки специалисты организации объяснили негативным влиянием санкций и разрыва торговых отношений с Россией. Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международном теннисном турнире, который ежегодно проводится в Имблдоне, одном из пригородов британской столицы. Ожидалось, что в соревнованиях примет участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также ряд других сильнейших теннисистов из России и Беларуси, среди которых Андрей Рублев, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Но организаторы отстранили их, мотивируя свое решение российско-украинским кризисом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, осудил этот шаг. Россия очень крепкая теннисная страна. Наши теннисисты в верхних строчках мирового рейтинга. И от их отстранения пострадают сами соревнования. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев убрал флаг России из своего профиля в Инстаграм. Но это, очевидно, не повлияло на организаторов турнира. В этом году он пройдет с 27 июня по 10 июля. В финском парламенте начались дебаты по вопросу возможного вступления страны в НАТО. В настоящее время Финляндия имеет статус страны-партнера Альянса. Но согласно недавним опросам, среди финских граждан растет число сторонников полноправного членства. Такую же позицию выражает ряд местных политиков. Стоит отметить, что именно действия России приблизили Финляндию к необходимости вступления в военный союз. Пока мы были в безопасности, но я еще в 60-е считал, что нужно в НАТО, ведь у нас самая длинная в Европе граница с Россией. Раньше я была против вступления в НАТО, но теперь из-за нынешней ситуации скорее за. Москва не скрывает негативного отношения к перспективе вступления в Североатлантический альянс Финляндии, которую уже предупреждала об очевидных негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при подобном развитии событий. На максимальные 137 тысяч долларов были оштрафованы продюсеры фильма «Раст», на съемках которого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер. В Бюро по охране труда штата Нью-Мексико заявили, что в компании знали о том, что правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием не соблюдались, а продюсеры проявили равнодушие к безопасности сотрудников. На аукционе Содбис начались онлайн-торги, на которых выставлена футболка Диего Марадонны. В ней аргентинец сыграл в матче чемпионата мира 1986 года против Англии и забил два легендарных гола – гол Столетия и Рука Бога. Ожидается, что цена может превысить 5 миллионов евро. Лот выставил на продажу бывший игрок английской сборной Стив Ходж, который обменялся с Марадонной футболками после матча. Джонни Депп выступил в суде по иску о клевете против Эмбер Херт. Голливудский актер заявил, что в обвинениях его бывшей жены нет ни малейшей доли правды и что он никогда в жизни не поднимал руку на женщин. Поводом для разбирательства стала статья Херт в Вашингтон-Пост, в которой та предстает жертвой домашнего насилия. Депп утверждает, что актриса оболгала его с целью навредить его репутации. Редактор субтитров А.Семкин